Министр иностранных дел КНР рассказал о приоритетах китайской дипломатии. Китай выпустил директиву о расширении экономических связей провинции Фудзянь с Тайванем. КНР запустила космический зонд для наблюдения за малоизученными процессами во Вселенной. Китайская почта доставила за год 160 миллиардов посылок. Жители Чунцина выбрали имя для детеныша панды в городском зоопарке. Глава китайского МИД Ван И напомнил о дипломатических достижениях прошлого года и поделился стратегическими планами на совещании в Пекине. В число важнейших вех попали встречи Синдзиньпина с зарубежными лидерами. Строительство, сообщество, единой судьбы человечества, международный форум «Один пояс, один путь», расширение БРИКС, саммит «Китай-Центральная Азия» и восстановление отношений между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве КНР. По словам министра, все это помогло повысить влияние Поднебесной на международной арене. «Мы всегда будем придерживаться принципов справедливости, выступать за строительство равноправных многосторонних отношений и отстаивать их демократизацию. Все государства, большие и малые, должны быть равны. В глобальной многополярной системе каждая страна может играть свою достойную роль». Министр иностранных дел подчеркнул, что Китай будет продолжать политику реформ и открытости, отстаивать интересы развивающихся стран и защищать свою территориальную целостность. Другие участники мероприятия также отметили важные успехи китайской дипломатии. «Несмотря на сложную и нестабильную международную обстановку, мы все же добились выдающихся результатов. Это говорит об эффективности нашей дипломатической работы». «Я уверен, что в новом году китайская дипломатия достигнет еще больших успехов, опираясь на стабильное развитие страны, расширение открытости и углубление модернизации». Подводя итоги встречи, министр иностранных дел напомнил, что скоро исполняется 75 лет со дня основания КНР. Поэтому наступивший год должен стать решающим для достижения стратегических целей Пекина. Министерство коммерции и три других китайских ведомства опубликовали совместную директиву о комплексном торгово-экономическом развитии провинции Фудзянь. Новый документ призван стимулировать торговлю региона с Тайванем, расширять связи между ними в промышленности и других сферах. Это поможет местным предприятиям более эффективно выстроить процессы интегрированного развития. Поднебесная успешно вывела на орбиту спутник для наблюдения за малоизученными явлениями, которые возникают во Вселенной под влиянием рентгеновских лучей. Аппарат получил название «Эйнштейн». Он будет фиксировать космическое излучение с помощью передового оборудования, принцип действия которого напоминает работу глаз Амара. Китай запустил ракету-носитель серии Чанчжен с новым зонтом с космодрома Сичан в провинции Сычуань. По итогам прошлого года Китайская почта обработала 160 миллиардов посылок, почти на 17% больше, чем годом ранее. Доходы отрасли выросли более чем на 13%, достигнув полутора триллионов юаней. Об этом сообщило Государственное почтовое управление КНР. Курьерские службы Поднебесной также показали отличную динамику. Они обработали 130 миллиардов посылок, почти на 20% больше, чем в позапрошлом году. Мы продолжим увеличивать пропускную способность логистической сети и ускорять строительство крупных объектов инфраструктуры для экспресс-доставки. Эксперты ожидают, что Китайская почта сохранит тенденцию к росту. По предварительным оценкам, в этом году число обработанных посылок превысит 170 миллиардов, а доходы отрасли достигнут 1,6 триллиона юаней. В Чунцинском зоопарке с размахом отметили полгода со дня рождения малыша панды. Это особенно важная дата в его жизни, ведь именно в таком возрасте принято выбирать имена для черно-белых медвежат. Ответственную задачу доверили жителям города, и они решили назвать виновника торжества Ман Цань Цанем. Это уже пятый детеныш у мамы панды Ман Цай, которая живет в зоопарке. При рождении медвежонок весил 191 грамм, а сейчас больше 13,5 килограммов. Горожане несколько месяцев участвовали в голосовании и выбрали имя Ман Цань Цань. У него хорошее значение, и оно отлично сочетается с именами братьев и сестер медвежонка. Жители Чунцина прислали зоопарку более 2000 вариантов имени для медвежонка. Из них отобрали 10 лучших, которые попали в список для голосования. Ман Цань Цань очень милый малыш. Я желаю ему расти здоровым, счастливым и веселым. В честь дня рождения работники зоопарка слепили снеговика, который очень понравился Ман Цань Цаню. Медвежонок с удовольствием его обнимал и играл со смотрителями.